Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялось традиционное награждение спортсменов округа по итогам года. Усилил команду, под моим руководством заняли первое место. Представители церкви и средств массовой информации встретились за круглым столом. Обменяться мнениями, обменяться предложениями. На территории Мисайловской школы заливают каток под открытым небом. На самом деле мы все очень рады с друзьями. Мы прям ждем открытия. В детской школе искусств города Видное прошло традиционное награждение спортсменов, показавших высокие результаты по итогам 2023 года. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили лучшим командам, руководителям и сотрудникам спортивных учреждений. Тему продолжит Наталья Буслаева. Вручили заслуженные награды, поздравили спортсменов муниципалитета с удачными выступлениями на различных соревнованиях заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова и заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников. Мы в спорте на самом деле по многим видам деятельности, направлений, да, лучших в мире. Вот в таком маленьком Ленинском городском округе. И так много замечательных, сильных, мудрых, уникальных совершенно педагогов, тренеров, которые воспитывают ребят. Хотел бы пожелать вам успехов, пожелать вам достижения тех задач и целей, которые вы перед собой ставите, и чтобы они достигались хорошо. Как бы на зло всему миру. Мы должны быть лучшими. Среди награжденных участницы паралимпийских игр в Токио Наталья Мартьянова и Юлия Полякова. Девушки показали высокие результаты в конном спорте. Для меня это был очень спонтанный такой выезд, потому что они отбирались командой, а я попала, скажем так, случайно в это во все дело. Получилось, что я сломала шею незадолго до паралимпийских игр. Вообще я туда не собиралась. Но так сложилось, что меня взяли быстро в команду. Мы выступили все очень удачно. У нас ехала команда, и вся команда показала достойные результаты. Почетные грамоты получили не только выдающиеся спортсмены, а также лучшие команды, руководители и сотрудники учреждений физической культуры. Главный триумф этого года – победа футбольной команды «Олимп Видное» на первенстве Ленинского городского округа. У нас тренер, Александр Васильевич, он нас заставлял очень тренироваться. У нас каждая тренировка, мы бегали. У нас, ну, как бы очень сложные упражнения были. Мы очень сильно готовились, сложные тренировки были. Также на мероприятии чествовали победители ежегодной спартакиады муниципалитета. Когда спартакиада, я сам участвую, потому что люблю это дело. Тем более усилил команду. Под моим руководством заняли первое место. Более 50 спортсменов были награждены по итогам года за большой вклад в развитие спорта округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В рамках рождественских чтений между представителями СМИ и священнослужителями прошел круглый стол, на котором были выдвинуты идеи развития и поддержки духовных традиционных ценностей в печатных и онлайн-изданиях. К чему мы хотим привлечь внимание, объединив усилия? Что нас объединяет? На круглый стол между представителями церкви и СМИ были приглашены журналисты и авторы, раскрывающие в работах тему важности духовного просвещения. Встреча была нацелена на знакомство и дальнейшее сотрудничество. Обменяться мнениями, обменяться предложениями по поводу того, что мы можем совместными усилиями, я имею в виду духовенство и журналисты, сделать в поддержку традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в поддержку исторической памяти и культуры. Со стороны церкви выступили члены епархиального отдела по издательской деятельности и связям со средствами массовой информации подольской епархии. Каждый предложил идеи проектов, а также выступил с лекцией на культурно-просветительскую тематику. У каждого из благочинений подольской епархии какие-то есть телепроектов, в которых участвует и церковь, и какие-то СМИ. У нас в Виннском благочине – это программа «Дорога к храму». Мы о ней поговорим, я о ней расскажу. Опытом создания проекта о духовности поделилась Этерика Беридзе, которая более десяти лет занимается созданием разворота на религиозную тематику «Свет истины» в газете «Видновские вести». Я очень благодарна Виннскому благочину за то, что они активно помогают мне в выпуске этого разворота. В частности, помогает благочинный Виннского церковного округа, отец Сафроний. Он непосредственно принимает участие в выпуске этих разворотов, всегда предлагает какие-то темы. Требуется такая деятельность со стороны людей, которые пишут, которые владеют словом для того, чтобы наше общество обогащалось теми самыми вечными духовными ценностями. Совместные проекты священнослужителей и журналистов позволяют не только духовно обогащаться, но и сделать церковь более открытой населению. В разных точках Ленинского округа можно наблюдать, как заливают катки для зимнего досуга. Так, например, на территории Мисайловской школы ежегодно готовят ледовую поверхность под открытым небом. Все подробности в нашем следующем сюжете. Ледовый каток – одно из любимых мест для детей и взрослых зимой. В микрорайоне пригород Лесное около Мисайловской школы готовят ледовое сооружение на спортивном стадионе. Кроме того, уже построили теплый павильон с прокатом коньков и другими удобствами. Создание качественной ледовой поверхности – сложный процесс, который требует соблюдения специальной технологии. Первый этап – это сборка коллектора, подключение холодильного оборудования, проверка всех утечек, систем, раскатываем маты и слоями наращиваем лед в промежутках, стелим геотексиль для армировки и укрепления льда. Холодильная установка будет постоянно поддерживать минусовую температуру настила, поэтому даже в случае потепления лед не растает, и каток будет радовать детей и взрослых долгое время. Его планируют использовать не только для развлечения и отдыха, но и для занятий зимними видами спорта. Мы планируем, что у нас есть один учитель физкультуры, который является профессиональным тренером по хоккее. Мы надеемся, что у нас будет возможность организовать небольшую хоккейную команду. Активный отдых на свежем воздухе очень полезный, а если его проводишь с друзьями, то можно получить много положительных эмоций. Школьники с нетерпением ждут открытия катка, которая состоится 15 декабря. Жду открытия, потому что в прошлом году было очень весело на нем кататься. На самом деле мы все очень рады с друзьями. Мы прям ждем открытия в пятницу, чтобы покататься здесь, получить удовольствие. Не стоит забывать, что ледовый каток – это зона повышенной опасности, поэтому во время катания нужно соблюдать осторожность. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В преддверии новогодних торжеств в музей-заповеднике Горки-Ленинске открылась выставка с говорящим названием «Здравствуй, Дедушка Мороз». Она рассказывает об истории празднования главного зимнего праздника на основе экспонатов, представленных известным в России коллекционером Ларисой Петриковой. На открытии выставки побывала и наша съемочная группа. Как делался Дед Мороз? Это Дед Мороз, который сделала наша московская артель, Парижская коммуна. Очень популярная у меня в детстве вот такая. Это московская была артель, и это, пожалуй, в самой Москве был самый популярный Дед Мороз. Вот такой вот. Вот с чего он начинался. Он чисто вручную сделался. Вот сначала я несколько этапов показываю. Вот сколочились такие деревяшечки, крутились валенки, все делалось вручную. На этой выставке, конечно, можно узнать, как и из каких материалов делали Дедов Морозов, которых ставили под елки. Но каким образом в этот и другие атрибуты Нового года проник праздничный дух, который словно машина времени способен вернуть нас в детство? Ответ на этот вопрос каждый посетитель экспозиции должен найти сам. Тем более, что главный тест выставка прошла еще на этапе подготовки. Дети, которые приходили на экскурсионные программы в Большой дом, они тихонечко проникали и, естественно, краем глаза видели, как происходит оформление и радостно проникали на вот эти пока еще официально не открытые экспозиции. И, должен сказать с большим комплиментом, конечно, и куратору выставки, и музейным работникам всем, что дети оценили выставку чрезвычайно высоко. Реализация выставочного проекта «Здравствуй, Дедушка Мороз» в музее-заповеднике Горки-Ленинске стала возможна благодаря собранию известного коллекционера Ларисы Петриковой. Она и провела для тех, кто пришел на открытие, первую экскурсию. Безусловно, главные экспонаты выставки – Дед Мороз и Снегурочка. Здесь их более 50 из разных городов и республик бывшего СССР. Вот это Ярославская парочка. Вот эта вот парочка – это город Вырица, Ленинградской области. Это московский Дед Мороз. А у Грузинского Дед Мороза – маленький Дед Мороз, он в их вот такой вот шапочке. Есть национальная шапочка. Не знаю, как она называется, такая вот площадь с шапочкой. Всего на выставке представлено более 200 экспонатов. Помимо упомянутых сказочных персонажей, здесь можно увидеть открытки, елочные украшения из стекла, картонной ваты, маски, серпантин, хлопушки, плакаты советского периода. Коллекционер развенчал и миф о том, что после революции власти искореняли традицию ставить новогодние елки. Нет ни одного официального постановления, в котором где-то было написано, что запретить. Нет. Они прекрасно после революции елочные игрушки изготавливались. Этому есть масса документов, где открывались новые артели. Наверняка вызовут интерес у зрителей елочные украшения с советской символикой. Есть даже с изображением Ленина и Сталина. Особое место в коллекции занимает тематика космоса. Лариса Васильевна Петрикова долгое время работала в ракетно-космической отрасли и даже имеет несколько патентов на изобретение. Все, что появлялось новое в развитии космоса, тут же находилось отражение в елочной игрушке. Абсолютно все. Вот как полетел первый искусственный спутник, вот так он и появился. Он появился и в картонаже, и в стекле. Полетели белка со стрелкой, вот ему, пожалуйста, белка со стрелкой. Кто-то сможет поностальгировать у витрины с пригласительными билетами и подарочными коробками разных лет с новогодних представлений в Кремле. В целом же, несмотря на определенную научно-историческую направленность экспозиции, и сотрудники музея-заповедника отмечают, что самое главное в ней совсем не это. Даже если вам 50+, вы все равно немного возвращаетесь в это детство, ищете своего зайчика, маску у Деда Мороза. И даже я знаю, что многие все равно взрослые, не веря уже в Деда Мороза, тем не менее, о чем-то его просят. Поэтому, конечно, да, научное есть, но прежде всего, давайте немножко расслабимся, давайте вот вспомним детство. Вспомнить детство смогут посетители музея-заповедника Горки-Ленинский до 31 января 2024 года. Выставка открыта в южном флигеле усадьбы Горки. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин